Замечательный актер Леонов Гладышев родился в городе Вильнюсе в 1952 году. В первый класс он пошел уже в Ленинграде, куда переехала семья. Сменить фамилию на Гладышев он решил сам, чтобы его не путали с уже знаменитым и популярным актером Евгением Леоновым. Отец рано ушел из семьи и матери пришлось воспитывать двоих сыновей в одиночку. Женя был определен в круглосуточный сад-интернат. Там и проявился его актерский талант. Он стал заниматься в актерской студии, где его и заметил человек, занимавшийся подбором для известного фильма «Республика Шкит». В этом фильме ему повезло. Юный актер снялся с такими мэтрами кино, как Сергей Юрский и Павлом Успекаевым, тем самым, что сыграл таможенников «Белом солнце пустыни», ставшим поистине культовым фильмом отечественного кинематографа. Чудом попав в ГИТИС, его фамилию вписали в последний момент, Великий Меркурьев замолвил за Евгения Словечко и с этого момента началась его актерская карьера. На четвертом курсе Евгений женится на красавице, будущей знаменитой актрисе, Людмиле Фирсовой, первой красавице факультета. Когда начались отборы на роли в сериале, место встречи изменить нельзя, Евгения пробовали на роль Шарапова, но вышло так, что ему дали роль Васи Векшина, того, что убили еще в первой серии фильма. Роль была очень маленькой, но Евгений смог ее сыграть так, что запомнился всем зрителям сериала. Причем режиссером этого кадра стал великий Владимир Высоцкий. После этого Андрон Кончаловский приглашает Евгения на роль в своем фильме «Сибириада». Он играет в фильме «Рожденная революцией», практически спасая это, прямо скажем, неудачное и заказное коммунистической партией кино. Людмила, супруга актера, несмотря на свою неземную красоту в кино не снималась, однако была всегда самым верным и лучшим другом актера. У них появляется сын, Артем. Потом была большая роль в сериале «Убойная сила», где он сыграл майора Шишкина, а фильм получил огромную популярность у зрителя. 23 года продолжалось семейное счастье, закончившееся внезапной смертью Людмилы. В жизни актера были еще женщины, любившие его, но браки так или иначе заканчивались. В 2018 году у Евгения Борисовича случился инсульт. Оправившись от тяжелых последствий, теперь он живет на своей даче. Его навещают преданные друзья и хочется надеяться, что замечательный актер еще вернется на большой экран. Помните его? Вам нравился этот актер? Поделитесь своим мнением в комментариях. Буду рада.